МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Режим чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая в Велевчунском районе. Аналогичная ситуация сложилась еще в нескольких районах при Байкале. Сегодня разберемся, в чем причина болезни культур и насколько это опасно. Опасная дорога. Автомобилисты жалуются на состояние улицы Байкальской. Там сняли покрытие, но не оградили опасные участки. Подробнее о проблеме через несколько минут. Несколько неприятно развернуть покупку и увидеть в ней насекомое. Просроченные яйца также не добавят положительных эмоций от похода в магазин. В выпуске расскажем, куда обращаться, если ваш товар оказался негодным и почему такая продукция не редкость. Редкая модель электрокресла появилась в детской областной больнице. В чем его уникальность и сколько таких аппаратов есть в области, узнаете в программе. И теперь о событиях дня подробнее. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Тайшетском районе из-за гибели урожая. С такой же проблемой столкнулись аграрии и власти в Чунском районе. Там на территории почти в 900 гектаров переуложнена почва. Техника не может выехать на поля и урожай портится на корню. Такое на севере области произошло впервые за долгое время. Сегодня фермеры собрали только половину зерновых и примерно столько же овощей. Однако даже то, что собрали, частично идет в утиль. Зерно прорастает внутри колоса, а картофель заражен фитофторозом. Ущерб в одном только Чунском районе оценили в 30 миллионов рублей. Фермеры будут обязаны вернуть субсидии региональному Минсельхозу. Однако они могут избежать возврата госпомощи и получить дополнительную льготу при покупке семян благодаря режиму ЧУЭС. Похожая ситуация в Тулунском, Братском и Нижнеудинском районах. Иногда испорченные продукты добираются до полок магазинов. Просроченные яйца, больной картофель. Неприятности, ставшие привычными. А вот паразиты в одежде – случай редкий. Однако жительница областного центра с таким довелось столкнуться. Куда же обращаться, если вам продали залежалые товары? Как проверить, самому испорченный продукт или нет, выясняла Александра Якубчик. Семейный завтрак оказался испорчен. Вот такой подарок вместо традиционного омлета получила Анастасия. Восемь из тридцати купленных накануне иркутянка яиц оказались испорченными. Я купила ячейку яиц, 30 штук. Когда начала из них готовить еду, утром омлет детям, из трех яиц одно оказалось с плесенью. Первый раз я увидела плесень тогда, потому что на скорлупе самого яичка с обратной стороны, с внутренней стороны были зеленые шарики. Обращаться в надзорные органы женщина не стала, ведь обошлось без ущерба для здоровья. Но подобные проблемы с продуктами в регионе не редкость. Чтобы обезопасить себя, нужно проверять, есть ли у продукта информация о дате сортировки, сроке годности и условиях хранения. Однако сейчас большинство производителей яиц носят эту информацию не на сам продукт, а на упаковку. Если сомневаетесь, есть простой способ проверить свежесть. Существует совет, как проверить, испорчено яйцо или нет. Для этого просто поместите его в тару с водой. Если оно всплывет, тогда оно испорчено и употреблять в пищу его не стоит. А вот если пойдет ко дну, тогда можете смело готовить любые блюда с продуктом. В нашем случае экземпляр проверку прошел. Обнаруживают на полках магазинов испортившийся картофель. Контроль за реализацией продуктов питания проводит Роспотребнадзор. За нарушение магазину грозит административная ответственность, а просрочка идет в утиль. Так, в регионе в этом году была запрещена продажа 94 просроченных продуктов питания в 13 продуктовых магазинах. За подобные факты, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, или создание угрозы его причинения, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа до 600 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, либо без таковой. Самые частые причины вынесения административной ответственности – это отсутствие маркировки на продукцию, нарушение сроков годности и условий хранения. Если вы обнаружили испорченный товар, то молчать об этом не стоит. В случае приобретения некачественного продукта питания потребителю следует обратиться в магазин, потребовать заменить на другой товар или потребовать вернуть уплаченные деньги за товар. Если администрация магазина отказывается выполнять требования покупателя, то в этом случае необходимо обратиться письменно в управление Роспотребнадзора по Иркутской области. Специалисты рассмотрят обращение и примут соответствующие меры. Меры принимаются не только из-за некачественных продуктов. Так, в одном из магазинов на продаваемой одежде покупательница обнаружила вот это существо. Женщина опасается, что это может быть лесной клещ, а ведь он – источник целого ряда инфекций. Такие случаи тоже подвергаются проверке, ведь речь идет о безопасности и здоровье жителей региона. Александр Якубчик, Иван Гоголев. Новости по будням. Стабильный рост стоимости самой популярной марки «Бензин» АИ-92 вновь наблюдается на АЗС областного центра. Спустя всего две недели после последнего обновления цен он вновь стал дороже на 15 копеек. Теперь за литр этого топлива придется заплатить 53 рубля и 78 копеек. Такое подорожание наблюдается на заправках всех крупных топливных операторов в Иркутске. У некоторых продавцов бензин и вовсе подорожал сразу на полрубля. Там литр 92-го стоит 54 рубля и 10 копеек. Кроме того, подросла стоимость АИ-95. Сейчас он реализовывается за 58 рублей 65 копеек. 98-й и 100-й вид бензина обойдутся в 84 рубля и 40 копеек. Дизельное топливо продолжает оставаться на отметке в 71 рубль на всех сетях АЗС. Увеличить траты на обслуживание автомобиля может уличный ремонт, если ваша машина угодит в дорожную ловушку. Таких достаточно на улице Байкальской. Чем недовольны водители и какие еще неприятности приносят строительные работы, выясняла Дарья Ивазова. Таких дорожных ловушек на Байкальской около десятка. И каждая потенциальный источник массы проблем. Колодцы оголил дорожный ремонт. Сейчас большинство опасных участков огорожены. Хотя еще несколько часов назад ограждения не было. Это подтверждают фотографии от водителей. Шоферы стараются держаться левее или маневрировать, чтобы сберечь автомобиль. Когда достаточно поток, ограждение плохо видно. Ну и как бы да, это не безопасненько. Это очень страшно, если честно. Некоторые предупреждающие конструкции надежности не отличаются. Судя по этой, она не просто упала, по ней еще и кто-то успел проехать. При этом, если зацепиться за такой колодец, то можно пробить днище, повредить масляный картер, коробку передач. В таком случае поездка прекратится, придется вызывать эвакуатор и тратить крупную сумму на ремонт автомобиля. А некоторые люки строители и вовсе не оградили. Возможно, сочли недостаточно опасными. Хотя это спорно, ведь даже не самая глубокая яма может вызвать серьезные проблемы с подвеской и другими запчастями. Неприятности дорожный ремонт приносит и бизнесу по соседству. Постояльцы и работники одного из крупных отелей города страдают от пыли. Да и на парковку можно попасть с трудом. На машинах очень много гостей. У нас группы, у нас не только машины, автобусы, микроавтобусы. Но вот сегодня как раз на въезде, вот у нас на парковку со стороны Байкальской, вот эта вот огромная яма, перегороженная оградительным сооружением, то есть она очень много доставила неприятностей. То есть не смогли так же проехать там микроавтобусы, две группы задержались. Задержался, как выяснилось, и сам ремонт. Судя по дорожному баннеру, работы должны были начать еще в апреле. Но, по словам автомобилистов, снимать покрытие начали только осенью. Завершить ремонт должны были еще к 1 октября. Сколько еще времени уйдет на укладку асфальта, можно только гадать. По дорожной пыли. Дарья Ивазова, Виктор Черкашин, новости по будням. Еще одна дорога, фото которой можно использовать как антирекламу для туристов, Галауснинский тракт. Участок с 46 по 58 километр уже приобрел десятки фольклорных названий. От Дуршлага до Бобры погрызли. В правительстве региона заявили, что 12-километровый отрезок отремонтируют за счет денег из областного бюджета. Работы обойдутся в 100 миллионов рублей. Подрядчик отказался восстанавливать полотно, ссылаясь на то, что это не гарантийный случай. Спор со строительной организацией будет решаться в суде. Сейчас частично отремонтированы 4000 квадратных метров дороги, засыпаны самые опасные ямы и срезаны кочки из вспучившегося асфальта. Летом 2025 года заменят покрытие. Ремонтные работы планируют завершить к 1 октября. Одна из причин нынешнего плохого состояния дороги – большие грузы, которые вывозят с расположенных рядом карьеров – гравий. Машины загружены максимально и продавливают покрытие. Чтобы сохранить трассу, предложено ограничить вес перевозимых грузов. То есть исключить максимальную загрузку, на которую соглашение подписать с каждым из конкретных карьеров, установить систему видеонаблюдения и на обрузке, и вдоль дорожного покрытия. Если мы это не сделаем, то опять не через 7 лет, а через 3 года, это опять разрушится план. Чем еще запомнится этот день в Иркутской области, расскажем в коротком обзоре ключевых тем. Вышел из сумрака. В Тайшетском районе 43-летний водитель большегруза наехал на пешехода, который передвигался прямо по проезжей части. Погибший был одет во все черное, без светоотражающих элементов. Шофер не успел среагировать. На федеральной автодороге Яр-255 Сибирь около 4 утра произошел наезд на пешехода. На данный момент проводится проверка по данному факту. Все обстоятельства будут установлены. Разбираются полицейские и в обстоятельствах другого дорожного инцидента. В районе поселка Яршова в Уштилимском районе на шоссе был сбит хозяин тайги – огромный медведь. В результате пострадали три автомобиля – грузовик, лада Веста и еще одна иномарка. Личности молодых людей, устроивших суд линча на детской площадке в городе нефтехимиков, установлены. Видео попало в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Двое 18-летних избивали недрезвого мужчину. Правда, обошлось без госпитализации. Нарушителей порядка доставили в отдел полиции. Обе стороны конфликта претензий друг к другу не имеют. А в поле зрения сотрудников Россельхознадзора попала крупная партия экзотических фруктов. Продукцию из Вьетнама пытались провести через международный аэропорт областного центра. Сейчас нелегальные бананы и манго уже утилизировали. В нескольких партиях общим объемом более 150 кг были бананы, манго, дурианы, гуава и другие фрукты. Сами плоды хорошего качества, однако, их импортировали в Россию без карантинного фитосанитарного сертификата. Он необходим, если вы привозите продукты из другой страны весом более 5 кг. При превышении этого лимита экзотика, не имеющая данного документа, утилизируется. Перевозчикам такой продукции грозит административная ответственность. При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в пункте пропуска международный аэропорт Иркутск у пассажира обнаружена подкарантинная продукция без фитосанитарных сертификатов. В соответствии с федеральным законом 206 о карантине растений подкарантинный груз изъят и уничтожен путем сжигания в котельной. В отношении пассажира авиарейса возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.2 КОАП РФ. Вот это устройство, привезенное за рубежа, претензию контролирующих органов не вызывает. В Иркутске появилось электрическое кресло для маломобильных пациентов. Такое устройство пока единственное в области. Оно позволяет даже полностью обездвиженному ребенку передвигаться самостоятельно. Устройство имеет электрический привод и не требует применения мускульной силы для передвижения. Управлять им можно интуитивно с помощью джойстика. Кресло-трансформер это редкий вариант для обеспечения передвижения пациентов. Правда пока в ближайшее время дополнительных таких устройств в регионе не появится. Однако даже в единственном экземпляре оно пришлось очень кстати. Так например в отделении неврологии в таком кресле нуждаются пациенты с ДЦП с поражением мышечной системы. Также оно будет полезно в отделении онкологии, травматологии и ортопедии. В силу разных причин, либо это проведенная операция, либо это серьезное тяжелое заболевание, которое не позволяет ребенку перемещаться, нуждаются эти пациенты в таких средствах ухода в виде специальных транспортных устройств. Мобильное устройство может преодолевать препятствия высотой 8 сантиметров. Это означает, что наш пациент может спокойно переместиться из стен больницы в наш шикарный парк. Как сохранить работоспособность и активность после серьезной травмы или ампутации? Разобраться в этом вопросе поможет наша рубрика «Ценный выбор». Чтобы восстановление после травмы прошло успешно, начинать его специалисты рекомендуют как можно быстрее. Для участников спецоперации предусмотрен упрощенный порядок реабилитации. Для этого государство предоставляет возможность выбора производителя протезов в регионах. В столице Приангария, например, можно обратиться в Центр инновационного протезирования и ортопедии «Эталон Иркутск». Мы готовы оказать содействие как юридического характера, подготовить документы, необходимые для программы реабилитации, определить время и место протезирования по необходимости. Специалисты компании «Эталон Иркутск» освоили полный цикл изготовления протезов верхних и нижних конечностей, в том числе бионических. Также здесь делают на заказ и предлагают готовые стельки, бандажи, корсеты и многое другое. Приобрести средства реабилитации можно в том числе и по электронным социальным сертификатам. Важно, что «Эталон Иркутск» не только обеспечивает людей современными протезами. Здесь помогают научиться жить с ними, чтобы как можно быстрее вернуться к привычным делам. Ангелина Огер, Ольга Полянская, Андрей Назаров. Новости по будням. Современные герои не носят плащи, они воспитывают будущее поколение. Руководитель образовательного учреждения из Иркутской области стал призером всероссийского конкурса «Директор года». Мероприятие проходило в рамках Большой учительской недели. В этот раз ее посвятили теме преподавателей-героев. Конкурс включал в себя отборочные и заключительные этапы. В последнем 30-ти участникам необходимо было пройти испытания, траектория движения и «за» и «против». В них конкурсанты представляли свои управленческие навыки. В итоге звание одного из лауреатов получила директор Устилимской средней школы номер 12 Татьяна Петрова. Теперь она вместе со своей командой отправится на стажировку в гимназию имени Евгения Примакова. Свои таланты на конкурсах представляли и учителя. Так, Алена Александровна Михалева из Шеликовской школы вошла в 20-ку лучших педагогов России. Если от того, чтобы сыграть с друзьями партию в камушке или лучинке, вас останавливает только незнание правил, то наша рубрика «Повесточки» придет на помощь. Через минуту с небольшим познакомим вас с этими старинными якутскими играми. Ну а пока новости спорта. Командное серебро и шесть медалей в личном зачете. Такой урожай собрала сборная МЧС Иркутской области на всесибирских состязаниях по гиревому спорту. Наш регион представляли шестеро спортсменов. Все они взошли на пьедестал. Атлеты состязались в толчке и рывке 24-килограммовой гири за ограниченное время – 10 минут. А Байташимов стал победителем в весе до 78 килограммов. Также в активе иркутян два серебра и три бронзы. В общекомандном зачете у прибайкальцев второе место. Успехами отметились сразу две футбольных команды региона. Ирайра вышел в финал Кубка Лиги по мини-футболу. В этом состязании наши спортсмены-дебютанты. Однако им с первой попытки удалось попасть в восьмерку сильнейших. Тем временем футбольный клуб Иркутск укрепляет позиции в тройке лидеров первенства России среди команд второй лиги. В домашнем матче в Черемкове бабры с отсчетом 1-0 обыграли гостей из команды Луки Энергия. Хоккейный клуб «Ермак» стартовал в новом сезоне Национальной молодежной хоккейной лиги. Первые встречи ангарчане провели на выезде. Соперником стал рыбинский полет. Команды скрестили клюшки дважды. Оба матча закончились победой «Ермака». Дарья Эйвазова, новости по будням. Победить страх и суметь постоять за себя. В областном центре прошло занятие по самообороне для женщин. В гости к иркутянкам с мастер-классом приехала профессиональная спортсменка из Санкт-Петербурга. В следующем сюжете узнаете, как проходила тренировка. Как правильно держать удар, с какой стороны лучше бить? О разных нюансах самозащиты рассказывает Алиса Иринина. Она бронзовая призерка чемпионата мира и Евразии по кемпу ММА. Это вид смешанных единоборств. В Иркутск спортсменка приехала специально на этот мастер-класс. Сегодня у нее 63 ученицы. Тренировка более ознакомительная, вести в курс дела, чтобы девушки почувствовали это. Научились в какой-то базе держать удары, простейшие приемы, с которыми даже ребенок справится. Уязвимые места изучаем всякие. Такая тренировка длится час. За это время мастер подробно успевает рассказать о 6-7 простых приемах. Освоить их пришли офисные сотрудницы, мастера из салонов красоты, студентки. В числе участниц и женщины Иркутского алюминиевого завода. Для Юлии Грицюк такие мероприятия в новинку, хотя спорт для нее норма. Девушка давно занимается фитнесом. Полученные сегодня знания планируют передать дочерям. Их мне очень нравится, потому что я сама занимаюсь спортом и рекомендую всем владеть этим навыком. Очень ждем, что Алиса приедет в Центр спортивных единоборств и проведет для всех нас тренировку. Развитие спорта в числе приоритетов для основанного Олегом Дерипаской «Русала» поддерживает компания и смежные со спортом соцпроекты. Эта тренировка по самообороне – часть федерального проекта «Бить надо первой» от партии «Новые люди». Задача – помочь женщинам в опасных ситуациях. Только за 2021 и 2022 годы от домашнего насилия пострадали более 16 тысяч россиянок. Организаторы проекта провели мастер-классы уже в 20 регионах страны. Конечно, одной тренировки мало, но важно показать то, что защитить себя можно. И дальше мы рассказываем о том, какие есть возможности в каждом городе, как продолжить тренировку. Продолжится проект и в Иркутской области. Уже в ноябре планируется провести занятия по самозащите в новом Шелиховском центре спортивных единоборств. Ксения Бутина, Владимир Пинаев. Новости по будням. 19-й международный музыкальный фестиваль «Джаз» на Байкале пройдет в Иркутске. В течение пяти дней гостей ждут конкурсные прослушивания, творческие встречи, мастер-классы и концерты. В этом году ход-лайнерами станут два народных артиста России – Сергей Жилин и Игорь Бутман. Ну а наша рубрика «Повесточки» уже давно носит неофициальный статус народной и интересной. Впереди две минуты только добрых новостей со всего мира. Всем здравствуйте. День учителя, всемирный день улыбки, день домашнего печенья. Какие только праздники не отмечаются в октябре. А какие еще яркие события уже произошли в этом месяце – расскажем сегодня. Мастер-класс по якутским настольным играм провели в Иркутске. Участники собрались в библиотеке, а помогала осваивать новые забавы делегация из Якутии. Гости рассказывали, например, что это за игры такие в камушке и в лучинке. После обучения и тренировок провели и мини-соревнования. Все участники были отмечены подарками с якутским колоритом. Также гости порадовали собравшихся игрой на хомусе – древнем музыкальном инструменте. Обменялись комнатными цветами жители Тайшета. В городе прошел первый зеленый своп. Это экоакция, во время которой любой желающий мог обновить свою коллекцию растений. Горожане принесли эписцею, диффенбахию, денежное дерево и другие цветы из своих собраний для обмена. Организаторы отметили, что подобные мероприятия – еще один шаг на пути к осознанному потреблению. В планах в Тайшете провести обмен детскими игрушками и новогодними украшениями. В Приморском крае состоялся фестиваль «Золотой октябрь». Торжество провели в честь Всемирного дня защиты животных и посвятили леопардам. Грациозные хищники вдохновили организаторов на яркие концерты, арт-перформансы, мастер-классы, ярмарку. Центральным событием фестиваля стала выставка «Пятнистые полосатые под открытым небом». Это более 20 картин тигров и леопардов от художников со всей России. Лист бумаги помог художнику из Китая попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Пэй Хао Джен год экспериментировал над способами резки бумаги. Мужчина ставил перед собой цель – разрезать белый лист на как можно более длинную цельную полоску. В результате упорного труда из-под ножниц терпеливого китайца вышла нить длиной 108,15 метров. Однако на этом свою работу Пэй не закончил. Из получившейся ленты мастер создал картину, которая напоминает срез мозгового нерва. Работу художник назвал «Между хаосом и порядком». Встречайте каждый день в отличном настроении. Нам подарим еще больше хороших новостей. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. Не забывайте про наш сайт. Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова